начну я с очень простого но в то же время очень вкусного рассыпчатого пирога и вместо начинки у меня сегодня будет слива тесто делается очень быстро и очень просто буквально за пару минут для начала мы три четвертых стакана сахара смешиваем с 270 граммами просеянной пшеничной муки дальше добавляю 180 грамм размягченного сливочного масла и сначала измельчаю ножом а затем уже продолжаю вымешивать рукой до тех пор чтобы образовалась крошка здесь не надо сильно усердствовать чтобы тесто не получилось однородным нам нужна такая рассыпчатая консистенция дальше я беру форму для запекания и сбрызгиваю ее оливковым маслом у меня в распылителе кстати очень удобная штука рекомендую если у вас такой нету можно естественно смазать абсолютно любым растительным маслом можно сливочным по вашему желанию затем большую часть крошки мне необходимо распределить по форме я стараюсь распределять равномерной и одновременно формирую бортики меньшую часть нам необходимо оставить для посыпки сверху сильно прижимать и утрамбовывать не нужно необходимо чтобы текстура оставалась немножко как бы такая вот рассыпчатая и воздушная для того чтобы в дальнейшем сок который выделиться из фруктов смог заполнить все пустоты и соединить тесто между собой для начинки я сегодня буду использовать сливы и у меня сливы с кисло-сладким вкусом сюда для контраста вкуса лучше всего добавлять фрукты либо кислые или же кисло-сладкие очень вкусно также с яблоками вкусно с малиной вкусно с абрикосами можно даже делать с каким-нибудь кисловатым вареньем это будет тоже очень вкусно в общем здесь полет вашей фантазии можно смешивать можно делать например яблоко и брусника либо яблоко и клюква ну в общем все что вашей душе будет угодно и я сливы разрезаю на пополам достаю косточку и укладываю вокруг формы я не знаю сколько точно у меня здесь ушло сливы но вся слива разная по размеру поэтому я укладываю не жалею че укладываю как бы немного в нахлёст и до тех пор пока форма не заполнится полностью я затем еще обычно сливу присыпаю молотой корицей мне очень нравится сочетание вкуса сливы с ароматом корицы затем сливу присыпаю оставшийся крошкой стараюсь распределить равномерно и так чтобы слива была полностью покрыта те сливки которые меня сильно торчат немножко прижимаю для того чтобы они углубились и затем отправляю в разогретую духовку выпекать и буду при температуре 200 градусов приблизительно 40 минут ориентируйтесь на золотистый цвет корочки этот пирог необходимо нарезать пока он горячий так как когда он остынет корочка затвердеет и просто может поломаться ну а пока горячий это сделать можно абсолютно без проблем вкусные он как холодные так и в теплом виде и в теплом виде мне нравится подавать его с шариками мороженого попробуйте приготовить это очень вкусно я надеюсь вам понравится увидимся с вами совсем скоро всем пока пока и до новых встреч